В Перу завершился саммит ОТС. Его участники призвали к борьбе с коррупцией, осудили терроризм и договорились помогать друг другу в борьбе с ним. Также лидеры стран провели ряд переговоров на полях форума. А едва ли не главной интригой стала встреча Путина и Обамы. Она не была запланирована, но главы государств нашли время обменяться мнениями в кулуарах. За ходом форума наблюдал Павел Зарубин. Арест министра Улюкаева. Тема, о которой журналисты просто не могли не спросить, даже находясь в далеком Перу. Для многих стала неожиданностью история с господином Улюкаевым. Вы не могли бы прокомментировать эту историю? Ну что же здесь комментировать? Это в конечном итоге должны прокомментировать. Должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы. Только после этого можно сказать что-то по сути. Но сам факт того, что это состоялось, это печальный очень факт. Но я бы хотел сказать, мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода. На мой взгляд, я в этом глубоко убежден. Такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот, только укрепляют деловый климат в России. Все должны знать, и наши партнеры, и внутри страны. Мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения, кого бы то ни было, закон будет применяться одинаково ко всем. Сохраняется ли у вас после ареста Улюкаева доверие Кабинету министров в целом? Это никак не отразилось на моем отношении к правительству в целом. Правительство работает эффективно и достаточно результативно в тех непростых условиях, в которых нам приходится функционировать. По словам Путина, ситуация вокруг Улюкаева никак не отразится и на сделке Роснефти по приобретению Башнефти. Вместо арестованного экс-министра на саммите АТС работал замминистра Воскресенский. В кулуарах его можно было увидеть разговаривающим с главой Роснефти Сечиным. На пресс-конференции Путина Воскресенский сидел в первом ряду. Но кто займет вакантное теперь место члена правительства, еще не решено. С председателем правительства только что об этом говорили. С некоторыми другими членами правительства. У нас как минимум 3-4 человека есть кандидаты. Я вот сейчас вернусь, мы окончательно с этим разберемся и поставим точку. Точка на этом саммите поставлена в истории личных встреч Путина и Обамы. Больше в статусе президентов они не увидятся. Так что короткий разговор, что называется на ногах, был не только обсуждением проблем, но и своего рода подведением итогов. Диалог между нами нашел непросто. Было сложно, можно сказать, даже работать друг с другом. Но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу. Я поблагодарил его за эти годы совместной работы и сказал, что в любое время, если он считает возможным, будет необходимость и желание. Мы будем рады видеть его в России. Обама, в свою очередь, на параллельной пресс-конференции размышлял, куда он поедет отдыхать. И даже с каким-то облегчением подчеркивал, что это и последний саммит, и последнее общение с журналистами за рубежом. Мои планы в ближайшие несколько месяцев – это определенно завершить свою работу. А потом отвезти Мишель в отпуск, отдохнуть, провести время с дочерьми. Но мнение Обамы журналистов интересует все меньше. Гораздо больше интереса вызывает то, что сказал Трамп, особенно в недавнем телефонном разговоре с Путиным. Избранный президент Соединённых Штатов подтвердил свои намерения по нормализации американо-российских отношений. Со своей стороны я, конечно, сделал то же самое. Мы всегда об этом говорили. Вопрос о конкретной встрече и о возможной дате этой встречи не обсуждался. Но мы констатировали, что, может быть, было бы полезно организовать встречу наших сотрудников. Ну, пока мы видим, вновь избранный президент Соединённых Штатов активно занимается формированием своей собственной команды. Поэтому говорить о том, что даже сотрудник встретится в ближайшее время затруднительно, поскольку и сотрудников-то у него пока официальных не появилось. Ну, подождём, время ещё есть. Явно затаились и ждут первых решений Трампа многие лидеры стран АТС, которые рассчитывали создать с США транс-тихотянское партнёрство. А теперь непонятно, собираются ли сами США в нём участвовать. И будущее европейской экономики тоже вызывает вопросы. В кулуарах саммита буквально витали страхи по поводу последствий Брексита, избрания Трампа. Что касается Брексита, то я сомневаюсь, что кто-то предприньет шаги в себе, в ущерб. И наши британские коллеги, и европейские. Так что, конечно, определённые угрозы есть, но я почти не сомневаюсь в том, что удастся их обойти. По поводу вновь избранного президента Соединённых Штатов, мы все хорошо понимаем, все знают о том, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда, практически во всех странах. Что касается заявлений господина Трампа о том, что он хотел бы вернуть в Соединённые Штаты промышленные предприятия, создать и обеспечить тем самым новые рабочие места в своей собственной стране, ну ничего здесь плохого. Меньше чем через месяц Путину предстоит ещё далёкий зарубежный визит в Японию. Понятно, какой вопрос Токио хочет обсуждать в первую очередь. О Курилах снова спрашивали и японские журналисты. Мы считаем, что это на сегодняшний день суверенная российская территория, закреплённая в международных документах после Второй мировой войны. Но мы готовы вести диалог с нашими японскими партнёрами. Мы говорим о том, что различные варианты возможны. Напомню, что в 1956 году был заключён соответствующий документ между Советским Союзом и Японией, где предполагалось, что в Японии будут возвращены два острова. Не говорилось, на какой основе, под чьим суверенитетом останутся эти два острова, на каких условиях они будут переданы. Мы знаем позицию японской стороны, которая говорит о четырёх островах. Это всё предмет наших переговоров. Перед вылетом обратно в Москву журналисты Кремлёвского пула, озадаченные недавней историей сопровождения их самолёта швейцарскими истребителями, спросили, так что это всё-таки было? Акт агрессии или акт уважения? Будем считать, что это почётный экскорт. На выходе из зала пресс-конференции Путина остановила журналистка одного из федеральных телеканалов, передавшая ему свитер от жительницы Лимы, ставшей здесь героиней новостей. Хулия Кастера хотела вручить свитер лично и даже пришла к месту проведения саммита, но была задержана перуанскими службами безопасности. Вскоре её отпустили, и подарок она передала через российских журналистов. В Лиме российского президента по традиции АТС переодели все лидеры в национальных перуанских накидках. Путин и Си Цзиньпин. По центру Обама ближе к краю. Фото во всех смыслах историческое. Саммит АТС завершился подписанием итоговой декларации страны-региона за выполнение договорённости ВТО и за открытые экономические блоки, учитывая, что уходящий американский президент пытался действовать наоборот, это тоже своего рода последний привет Обаме. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Юлия Воробьёва, Андрей Яручук и Дмитрий Ермоленко. Вести Перу.